МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Модели покараются европейские пляцовки и удельничаются в телевизионных проектах. Газ новый настрой. В регионе распочался марафон святошных мероприемств до Дня Жанчин. А зараз об этом и иншим больше подробно. Рабочий день у Палаца незалежности. Сегодня пошался за разглядом кадровых пытаний. Президент назначил Юрия Назарова наместником премьер-министра. Экс-керауник Беллес Папера Прамова в Раде будет курировать пытания нафтохимичного комплекса. Это керунок за все дыбу стратегичным для белорусской экономики. А у актуальных непростых умовах важность сферы выросла еще больше. Практика у нас такова. При решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей, тем более такого уровня, как вы. И второе. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре главы администрации. Значит, речь идет о назначении вас вице-премьером. Направление ключевое. Не потому, что вы здесь скажу, что для страны оно сегодня важнейшее. Не сельское хозяйство, не социальная сфера, даже не экономические вопросы и планирование. А именно та сфера, которой вам придется заниматься. Вчера я принял такое решение о назначении вас заместителем премьер-министра. Поэтому я бы просил, чтобы вы включились в эту работу и обеспечили это часто. Одразу после назначения Юрий Назаров на новой посаде принял делу первой Великой Нараде. Дарыши профильные на парадку дня стратегии денег на рынку в углеводородов. Найбунейший поставщик на автопродуктов протягивая выращать свои пытания выгоды за кошт белорусского покупника. Узаемные обовязательства опошним часом перестали быть аргументом для партнерства, выгодного всем бокам. Зараз Беларусь каждый месяц недоотримливая, каля миллиона тонн сыровины. Ланцужок наступства утягнется и до внутреннего рынка палева, и до якости работы наших предприемств у перапрацовки. У долготерминовой перспективы Такистан справ может истотно поплывать на воловый внутренний продукт краины и прибытковый участок бюджета. Тому опература там, зараз на первом плане, не новая задача – диверсификация крыльниц экономичного роста. Я рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП. С другой стороны, сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной. Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья. Нефть – не монопольный товар. И желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире. И в том числе с нашим партнером-монополистом. Как сообщают россияне сами, поставки в Китай у них сократились на треть нефти. Это не только в Китае. Нефть сегодня мгновенно дешевеет. И в этой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. И не только в России, но и альтернативными. При этом мы не ставим вопрос так, что мы не будем покупать российскую нефть. Будем. Сколько бы она ни стоила, будем. Потому что эта нефть и добыча ее, и транспортировка создавалась в том числе и руками белорусов. Тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем ползать 31 декабря постоянно на коленях, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам. Экономичная незалежность и разлик только на уластной силы. Это бодоодзиное правильное выйти с ситуации. Господа Рыки Гомельской области начали работы на палетках. Основная вага сейчас надается унесению минеральных удобрений. Сгодно с доручением старшиня Блваконкама, техника, которая принимает дело у весновой кампании, должна быть готова до 7-го соковика. Сегодня наши корреспонденты наведали Ветковский район. Докладный термин «Пачатку сяубы» поколь не огучивается, але в связи с незвычайно теплым надворьем техника на палетке может выйти в ближайшие тыдни. Поколь основные работы обмежевываются унесением минеральных удобрений. До того же господарки створяют необходные запасы насения и нарыхтовывают сродки аховы рослин. В акционерном товаристве «Хальш» на линейце готовности все тракторы за выключением двух. У одного необходимо отрамонтовать руховик, другий потребует больше складанного ремонта. Правда, неких хваляваний на концевой часовой готовности этой техники нема. У Абла-Агросервиса обещают завершить ремонт до конца тыдня. Проблем с заплатой так само не иснует. Полову необходимых сродков выдатковый областный бюджет. Меньш складанной работы у «Хальш» изробили уласными силами. Если ремонт не сильно трудный, то работники наши слесаря и мастер-ноладчики не выполняют сами. Такие, конечно, как ремонт моторов «Дойц», «Детройт» лучше отдавать специалистам, которые более разбираются в этом. А про же поддержку областного бюджета на подрыхтовку техники до пысявной активно выкористовываются так само в властной сродке. Тут основная надея на работу живелого дочи Галины, якая приносит до 95% прибытку. В минулом году были зауваги до работы ветеринаров. Специалистов этого профиля просто не хватало, что привело до сменшения статку. Зараз у «Хальш» завершают творение отповедной службы и различывают на повелешение на «Дойл». Дараз же зараз усе молоко господарцы сдаются перепросовщикам выключно высшайшим гатункам, по выгодных для господарки закупочных ценах. У сельгаз-предприемствия молокозаводы называют партнерами. Без их допомоги кажуть, обойстись тяжко. Реализация молока в выручке составляет практически 95%. Молочные заводы помогают нам оплачивать электроэнергию, горючие смазочные материалы, ремонт техники. Першопочатковые работы на кон закрытия в «Хальш» у акционерном товаристве «Хальш» готовы выполнить уже зараз. Цяперу все залежить от стану глебы. Во усиляким выпадку неких проблем с початком посевной у господарцы не бачить. Скарбонку «Знагород» в Телерадой компании «Гомель» пополнил захвошвальный приз республиканского конкурса «Серот журналистов друкованных и электронных СМИ» на лепший материал про пошту. Творчая споборництва проводили в шестый раз. Областные этапы прошли во всех регионах краины. Выники подвели в Снежне 2019-го. У Гомельской области свои работы проставили 12 журналистов. Усяго 26 публикаций сюжетов и проектов. У номинации телевизионной и радиовешальной СМИ перемогу отрымала телепередача «Добрый вечер Гомель» на тему «Малая родима» справы поштовые и ведущая Алина Троценко. Проект автоматично трапил и на республиканский этап конкурсу лепший материал про пошту. Республиканским жюри были подведены итоги конкурса «Лучший материал о почте» и передача «Добрый вечер Гомель» получила поощрительный приз. Между прочим, на республиканский этап были заявлены 50 журналистов нашей страны, которые представили 108 видеосюжетов и публикации. Весновая акция напереда дни святочной недели. Активисты волонтерского руха открытого акционерного товариства «Гомсельмаш» провели доброчинные мероприемства для женщин, которые выховывают детей с особливостями развития. Матерь разом с дочками запросили в боулинг отпочить, развеяться и запастись добрыми эмоциями на всю весну. Инициаторы спортивно-забавляльной встречи – активисты волонтерского отрада «Открытые сердцы». Пропанову потремали мясовые улады, керавництво Гомельской кондитерской фирмы и установы, где проходила доброчинная акция. Они особисто познайомились с удельницами Сустрэши и кожную помешовали с надыходящим международным женошим днем. Хочется пожелать, чтобы подобные мероприятия проводились не только в преддверии каких-то событий, а это было на регулярной основе. И любая девушка была востребована, желанна и любима 365 дней в году. Люди с ограниченными возможностями, они ведь как-то замкнуты. И очень хорошо, что есть возможность им куда-то выйти, почувствовать, попробовать себя как в спортивном мероприятии. Усмешки на вузных женщин и девчонок – наилепшая подзяка организаторам акции. Масташка Сожлобина, створая живые статуи, ей модели покараются европейские пляцовки и удельничают в телевизионных проектах. Аганна Донец працуе у аутарской манеры. На створение одного образа часом сходить три месяца. Завершая его, как правило, специальный макияж. Своего образа женщина створая больше за 10 годов. И сегодня у ее гардеробной можно снасти костюмы Серафима, Капелюшника, Коламбияны и Викингау. Подробностей в наступном сюжете. Ганна Донец показывает своих любимцев. Гэтые костюмы она створила сама. В комплекте со специфичным мейкапом они перетворяют актеру живую бронзовую статую. С початку распроцовка эскизы, затем пошук необходимой тканины. Часом, чтобы створить тот и інший образ, приходится уникать их историю и выходить за рамки классичного мастатства. В процессе работы этот образ перетерпевает какие-то трансформации. Может быть, что-то получается, а что-то нет. Ты видишь этот образ, но чтобы его воплотить, это надо даже иногда освоить какую-то новую профессию. Либо освоить новые материалы какие-то. Здесь идет работа действительно и с проволокой, и с такими мужскими инструментами, как плоскогубцы, круглогубцы, паяльники. Ганна выросла у семьи творчих людей. И тому мастатские сдольности у ее проявились еще в детстве. С початку была соломка, батык, роспись по древе и фарфор. Со взрослым женщина начала працавать с дизайнером и мастаком-оформителем. Так поступово пройшла и до мастатства живой скульптуры. Виталь Дзинясюк в роли модели уже 4 года. На этот раз примеру в образ капелюшника. Признается, что самое цікавое – это працавать на оживленных в улицах города. Мы ездили всегда на всякие разные мероприятия. Очень нравилось. Особенно очень нравилось наблюдать реакцию людей, которые подходят и смотрят на тебя, и не могут понять, живой ты или все-таки ты какая-то кукла. За 12 годов Ганна створила каля 25 костюмов. Первый народился в 2008-м. Это был образ Серафима из библейских сюжетов. Затым появился костюм Мастака. У зеленджицу фестиваля эти образы протягивают и сейчас. У вогули в портфолио Ганны десятки международных формов в России, Украине, Бельгии, Китае, Польше и в других странах. Ее живые статуи так само неизменные у дельники Славянского базара. Одной, чаяны стали героями телепроекта «Великая розница». И усюда ею працам дают самую высокую оценку. Ганна признается сакрыт поспеху тем, что до подрихтовки костюма яна подыходит, как до створения твора мастерства. У меня, наверное, нет ни одной целой кастрюли. Они много горят, чайники горят. Я когда погружаюсь, это уже погружаюсь, ныряю. Это говорится в ум с головой, потому что уже ничего не вижу, ничего не слышу, мне ничего не интересует. Интересует только этот образ. Вспоминаю, начинаю думать, а я сегодня чистила зубы, сейчас что, утро или утро, ближется. Завершается день, потому что действительно отдаешься полностью к этому творчеству. Мне нравится. Недавно Ганна отримала запрошение у Нидерланды, где уходким часе представить Беларусь на Сусветном чемпионате живых статуй. Евгений Кухаронак при поддержке агентства «Телиновин». У Гомеля узнагородили переможцев областного этапа огляду конкурсу творчества «Воротовальники в отшима детей». Свои работы удельники представили в девяти номинациях. Судейская коллегия по вартости оценила творчество с должности хлопчиков и девушинок. И выбор был с оправдой нелегкий. У першиню, кроме традиционных первых трех месяцев, у каждой из номинаций особенно вызначились работы переможцы на призыв гомельской областной организации «Асвод». Оригинальным все лето стало так само проведение интернет-голосования на приз глядацких симпатий. Усе вызначенные лепшими работы 9-го соковика накируют в Минск для удела в республиканском этапе конкурса. А эти и другие новинные информации о проектах «Толя радиокомпании Гомеля» вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает и де-факто в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. Продолжаются поиски мужчины, который накануне в агрогородке Бабовичи Гомельского района ограбил банк. В 13.40 он зашел в отделение и потребовал от кассира передать ему деньги. В руках у грабителя был предмет, напоминавший пистолет. Работница банка отказалась выполнять требования налетчика и нажала тревожную кнопку. После этого мужчина скрылся с места происшествия. В Гомельском районе и в областном центре был объявлен план «Перехват». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности грабителя. Возбуждено уголовное дело. Следствие просит граждан, располагающих информацию о местонахождении мужчины, сообщить об этом в милицию. В хоккейной форме и на роликовых коньках милиция нашла и оштрафовала гомельского хайпера, который ради лайка в социальных сетях реализовал рискованную затею. Держась за веревку, привязанную одним концом к багажнику автомобиля БМВ, парень проехался по улице Советской. Вот эти кадры, которые опубликовал телеграм-канал МВД. 21-летний юноша в хоккейной форме не только уверенно стоит на роликах, но еще и успевает одной рукой снимать себя на видео. Как оказалось, за рулем БМВ находилась его мать, женщине 51. За нарушение ПДД и по сути опасный поступок ее и сына привлекли к административной ответственности. Следователи направили под стражу брачного афериста. Согласно материалам уголовного дела, 62-летний мужчина обманным способом завладел средствами троих граждан на сумму в 150 тысяч рублей. В одном из случаев он подыскал себе женщину 52-х лет, которая имела в собственности трехкомнатную квартиру и вступил с ней в фиктивный брак, подписав при этом брачный договор. Позднее аферист квартиру приватизировал на свое имя, продал ее, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Вот фотографии этого человека. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Если вы пострадали от его противоправных действий или располагаете насчет этого какой-либо информацией, сообщите по телефонам, указанным сейчас на экране. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. «Металлург» на грани, а у Гомеля дела лучше. Состоялись третьи поединки четвертьфинальных серий чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. В Жлобин серия «Металлург» «Шахтер» переехала при счете 2-0 в пользу солигорского коллектива. В самом начале первого домашнего поединка в нынешнем плей-офф Столивары поставили себя в весьма затруднительное положение, выбраться из которого соперник не позволил. Спустя 10 минут после стартового вбрасывания гости выигрывали 3-0. Карабанов, Додонов и Казнодей по разу огорчили местную торсиду. Второй период также остался за горняками. На шайбы Борисова и Феклистова у хозяев нашелся только один аргумент – точный бросок Кирющенкова. 1-5 ко второму перерыву. Отыграть четыре шайбы за оставшиеся 20 минут игрового времени не получилось, хотя с заброшенными шайбами Столивары родные трибуны и порадовали. Отличились Гринь и Алексей Михнов. 3-5 поражение Металурга. В случае проигрыша и сегодня сезон для Жлобинского коллектива завершится. Обменявшись победами в Молодечно, Динамо и Гомель перебрались в наш областной центр. Первый домашний матч в нокаут-раунде у Рыси не получился. Единственная шайба хозяев на счету Рачинского. У Динамо забрасывали Бадун и Амбражеичек, правда у каждого в активе по дублю. 1-4 победа коллектива из Молодечно. Сегодня соперники вновь играют в Гомере. 5-го марта еще один матч, он состоится в Молодечно. В других четвертьфинальных парах Неман выигрывает у Могилева 3-0, а юность у Локомотива 2-1. Сборная Беларуси по боксу отправилась в английский Шеффил, где до 10-го марта проведет учебно-тренировочный сбор. Затем команда переберется в Лондон, где примет участие в лицензионном турнире к Олимпийским играм в Токио. В составе нацкоманды есть и представители нашего региона. В Англию отправились Владислав Смягликов, Юлия Апанасович, Галина Бруевич и Виктория Кебикова. Олимпийская евроквалификация будет проходить с 10-го по 24-е марта. Сборная Гомельской области заняла второе место в командном зачете Республиканских олимпийских дней молодежи по дзюдо. В Полоцке состязались спортсменам в возрасте 16 лет и моложе. Гомельские юноши четыре раза поднимались на пьедестал почетом непобежденными. Завершили турнир Дмитрий Мельников и Руслан Янов. У Павла Воронова и Никиты Василенко бронза. У девушек в активе пять наград. Победительницей турнира стала Александра Коновалова. Александра Царенкова, Евгения Сингаевская, Вероника Максименко и Ксения Карабут добрались до финалов. Однако одолеть соперниц в споре за золото не смогли и довольствовались серебром. В Гомеле завершилось первенство области по настольному теннису среди спортсменов 2005 года рождения и моложе. У юношей победу праздновал Виталий Дробышевский. Арсений Рященко занял второе место, Вадим Казаченко – третье. У девушек золото выиграла Софи Сычева. Серебро у Светланы Гридиной замкнула тройку сильнейших Алина Мельникова. Победители областного первенства будут представлять регион на республиканских соревнованиях. И поспорят за место в сборной Беларуси, которая отправится на первенство Европы. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.